Недавно нам стала известна грустная история маленького жителя нашего города Хачатура Ашаряна. Он родился абсолютно здоровым ребенком, но в возрасте трех месяцев заболел менингитом. Болезнь дала осложнение и теперь Хачатуру требуется длительное и дорогостоящее лечение. Через месяц маленькому Хачатуру исполнится всего три года, но его жизнь уже наполнена тяжелыми испытаниями, болью и мучениями. В результате перенесенного менингита у Хачатура развился синдром детского церебрального паралича, а также смешанный тетропорез – задержка моторного речевого развития. Такой неутешительный диагноз поставили врачи при обследовании. Маме Хачатура Мануша Ашарян в то, что ее ребенок стал инвалидом, сложно было поверить. Очень сложно об этом говорить, но в три месяца ребенок заболел. Неожиданно заболел. Эти три месяца у нас была самая счастливая семья. Но проснувшись 4 октября 2014 года, мой ребенок стонал как взрослый. Но мой ребенок стал инвалидом. Он попал в реанимацию здесь. С этого момента в семье Ашарян началась упорная борьба с болезнью их ребенка. За три года Хачатур перенес две операции и постоянно проходил реабилитацию в специализированных центрах. Сделали самое главное. Поставили шунт в голове, который скачивает оттуда воду. И мой ребенок после этого уже подал какие-то шансы на то, что он будет сам жить и есть. И начал уже и сам дышать, и сам кушать. Сейчас то, что мы достигли, это очень хорошо. Он у меня был в ужасном состоянии после реанимации. Мы проходили много реабилитаций. И в Маринске на Иглокалово не ездили. И там Атис приезжает сюда, в Славянск. Это слуховая терапия. Все это за свой счет мы делаем и боремся за жизнь нашего малыша. Сейчас у семьи Ашарян появилась надежда на то, что здоровье их сына можно значительно улучшить. Вернуть ребенка к нормальной жизни взялись в немецкой реабилитационной клинике «Астория» в городе Фрайбург. Договор с клиникой уже заключен. Осталось только оплатить. Сумма лечения составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. Но у семьи нет таких денег. Сейчас нам очень нужна помощь нашего населения, нашего народа. Призываю всех, чтобы помогли, протянули руку помощи просто. Нет никакого финансового поддержки со стороны фондов. Я обращалась в много фондов. Они пишут, что они работают только с российскими клиниками. А так как Германия не входит, они ничем нам не могут помочь. Поэтому я очень прошу, чтобы каждый не оставался в стороне и помог первоначально, чтобы мой ребенок начал радоваться этой жизни, как и мы все. С помощью социальных сетей, друзей и знакомых семье Ашарян уже удалось собрать 100 тысяч рублей. Но этих денег недостаточно. Вы можете помочь маленькому хачатуру, подарить ему шанс на нормальную жизнь, отправив средства на специальный счет. Реквизиты вы видите на экране. Маленький хачатур, которому нужна наша помощь, не живет где-то далеко, в другом городе. Он родился и растет в Славянске-на-Кубане, рядом с нами. И мы можем ему помочь. Так, как уже помогли Стасу Кузнецову. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События». Разреставал.